Вот я проживаю здесь с восьмого года. Вот в 2009 году завезли серу в собственный ангар, который находится не больше ста метров от нас. От жилого дома? Серу завезли туда, значит, горючую. Около ста тонн. Под самый потолок была сера. У серой есть свойство самовозгорания от лёжкости. Она слёживается и даже сама возгорается от плавы. Вот, и мы мучились. Иногда два раза в год, иногда до четырёх раз в тринадцатом было. Без конца пожарный, без конца удушающий дым. Дышать нечем, горим. Куда только не пишем, писали в экологию. Писали в прокуратуру, писали в администрацию, писали и выходили на район. В общем, и ничего у нас не получалось. То хозяина не знают, то хозяина узнали, чья сера не знают. Хозяин отказывается говорить, чья сера. И вот так вот шесть лет мы мучились. А в этом году, 16 июня, было очень такое возгорание. Хотя в тринадцатом, после того, как вмешался зелёный фронт, и Виталий приезжал сюда. Скажите, насколько вообще это опасно, и почему вообще здесь это доходится? Сама по себе сера, она не правильная. То есть, если бы она лежала в каком-то специальной предназначении монтарии, то она была бы не опасна. Опасны её следы горения. Это оксиды серы получаются, диоксиды, и в воду попадают. А здесь рядом ручей какой-то? Да, мы с вами его сейчас увидим. Ручей полностью чёрный уже. Сера водородка, наверное, стоит. Я думаю, там уже появился. То есть, а жители это саждают именно дым, который отсюда идёт. И они предполагают, что летать третьего они заболели. Это надо, конечно, в операциях, но пим вообще рядом находиться нельзя. Аксиды серы, да, аксиды очень опасны. То есть, дыхательные пути и много очень в стране случаев, когда метальным условием закончатся. Сергей, надевайте, я боюсь, а пойдёмте дальше. Зелёный фронт привозил телевидение СТО. Значит, сера вывозилась. Сера вывозилась, но там остатки остались, россыпи. И туда, в этот ангар, просто, ну, откуда мы знаем кто? Вот люди везут мусор и скидывают. Хозяева лесами или кто-то ещё там откуда-то, близлежащие деревни или посёлки, откуда. Везли строительный материал, разные доски какие-то, обрезки, диваны. Просто мусор домашний. Однажды привезли то ли детский сад, то ли детдом, не знаю. Просто мешками игрушки были такие мягкие. То есть, такие вещи выбрасывались, которые горят. А потом, ну, откуда мы знаем, да? Получалось возгорание. И даже вот эти остатки серы, которые остались рассыпанные в ангаре на полу, они начинали такой, вот у меня астма. Они начинали издавать вот этот, такой увонь, что невозможно было. Просто кололо дёсна. Ожог горта не происходил. Когда ещё в 2010 году, да, там замеряли воздух, приезжали. Газеты у нас до сих пор есть. Я их возила вот в природоохранную прокуратуру области. Ездила туда, возила все эти газеты, где там конкретно говорят специалисты, что при возгорании сама сера, она как бы вреда не приносит. Но когда она горит, получается там какая-то окиси. И я не химик, но выделяется диоксид серы какой-то, который очень вредный для здоровья. А 16 июня в этом году тоже пошёл такой дым сильный. Вот я лично уезжала в этот день в 6 часов утра. Ну вот я вышла гулять с собакой. Я в это время всегда гуляю, в 8 утра было. Сначала, ну, горело. Где-то и очень сильно... Я подумала, что нашу мусорку какой-то поджёг. Мы пошли туда, в ту сторону, чистенько, хорошо. А ветер вот так был. Сильный ветер. Очень сильный. У меня ещё соседка выезжала вот на машине. Она говорит, что такое? Я говорю, не знаю, где горит. Но я говорю, пойду-ка я посмотрю в сторону ангара. Мы прям просто по дороге пошли, ангар весь чёрным дымом. И этот дым, вот он чёрный, что там всё вместе, не только серо. И он вылетает прям клубом таким. А он же тяжёлый, серо. И он вот от этого ветра прям вот такими скачками, он прям кругом, вот где он был, там всё сразу голенько было. Сразу. Виталий снимал. Да, я не знаю, кто с ним приезжал. Ну вот, да, он весь сад. И всё там ближе. То есть в этом году у меня тоже урожай никакого, потому что пришлось сажать второй раз всё. И зелень, и всё. Ну вот в результате собственник найден? Да, выявлен собственник. Наконец-то уже точно знаем, что это. Бирюкова, как её звать? Анастасия Азаровна. Анастасия Азаровна. Которая в этом году баллотировалась ещё и депутат. У неё очень много здесь хозяйств. И если пройтись по всем, там везде можно изъяны найти, такие же, как и там. То есть мусорки кругом. А где это должна была? Ну вот, наконец-то, вот мы уже в этот совет депутатов обращались везде. И наконец, вот, наконец, мы съездили в прокуратуру уже. А, приёмная президента. Приёмная президента. И вот тут вот уже обязали пораньше. И сегодня вот приедут проверять. Там уже вылезано девочки. Вот, ну, если оно есть, оно же должно каким-то образом вычищаться. Для чего хозяин есть? Он должен за этим следить. Ну, взгляды, конечно, в нашу сторону. Да, да, да. Это же, да. Мы тут вообще, как будто бы мы это всё делаем. То есть собственник установлен. Ему предписано принять меры. Меры приняты. А какие приняты меры собственникам? Всё убрато, всё подлизано, всё кругом там. Даже отметочку сделали, где её территория. Это шлагбаум поставили, чтобы машины с мусором туда не ездили. Это главное, потому что серы-то всё равно до конца не выскоблишь её. А туда всегда привозят мусор. Мусорка, значит, надо везти. Ну, это везти. А вот какие-то меры были приняты к собственнику за данные нарушения? Да, 500 рублей штраф. То есть... Вот, написали нам. Получили ответ? Да. Это с прокуратуры? От прокуратуры. И наложен штраф? Да, наложен штраф. 500 рублей. В любом случае сдвиг какой-то пошёл. Да, да, да. Конечно. Сдвиг хороший. Очень хорошо, в общем, нам помогли. И я надеюсь, что уже мусора там не будет. И в ангаре тоже, надеюсь, тоже не будет. Единственное, мы что просим, понимаете, чтобы ангар был закрыт. Потому что туда попадают не только проезжая, туда попадают ещё пешим ходом. Особенно наша молодёжь. Которые забирают. Мы от лажда уже сдавали в милицию. Они приходят там, разводят костры. Начинают выплавлять металл вот этот вот, светло, или как он там называется, плавят на этих кострах. Очень такие агрессивные молодые люди. Мы вызывали милицию. Поэтому, если он не будет заколочен, там всё равно будут находиться и поджигать что-нибудь. А вот на сегодняшний день, в преддверии проверки, у вас ещё какие-то остались претензии к собственнику? Вот, чтобы она его закрыла полностью. Если не хочет убирать совсем. Хотя бы так. Мы просили, если не нужен, как она говорила, когда нас вызывали в администрацию, что он ей не нужен, тогда снести его вообще, чтобы он не привлекал внимания людей. Нет, значит, надо заколотить. Что его, просто эти плиты можно продать, пользоваться этими плитами. Вот тебе чистое место и всё, уже смотреть не надо. А что его заколотили деревяшками, это та же молодёжь вот так пнёт и зашла туда. То есть сегодня будет комиссия по факту принятых мер, собственникам по устранению имеющихся недостатков. После обеда приедут. Конечно, что было и сейчас, но если вы будете здесь... А вообще собственник будет, не в курсе? Ну, должна же начитываться. Нет, она с нами вообще не разговаривает. Она так и сказала, я с вами не буду разговаривать. То есть собственница отказывается идти на контакт? И никак не комментирует вообще ситуацию? Нет. Хотя я ей в конце уже собрания там в администрации просто ей сказала, посмотрите на меня. Она даже не смотрит в нашу сторону. Я говорю, Наталья Азаровна, чего вы так на нас смотрите? Ну, поставьте себя или своих детей вот на наше место. Как бы вы вот поступили? Вместо того, чтобы сейчас вот с лицей вот в такой войне жить, да, нужно совместно убрать это, чтобы люди не травились. Все как-то всё это скрывалось. Я думаю, что 500 рублей это вообще не та сумма. Её надо было оштрафовать и вообще забрать у неё это место и отдать кому-нибудь нормальным людям, которые бы смотрели, что-то бы там построили, да, не знаю, предприятие малое там или жили бы там, что-то делали. Зачем людям столько места дают, за которым не смотрится вообще ничего, никак? Вот люди живут, куска земли у нас нет, у нас только квартиры, всё, как хотите. А вот зачем тогда им столько земли, если они за ней не смотрят, ничего не понятно. Ну, ты не только наших вот жителей травишь, ты экологию порчишь в конце-то концов, да? Очень приятно. Сергей Николаевич Петченко исполнишь обязанность трога хранового прокурора. А что с этими воротами так? Они, потому что посмотрите, что всё убрано. Да, мы это посмотрим, что всё убрано. И сразу же, сегодня даже запуск с утра, всё. Ну, не скажите, вот там вот, чтобы не лазить, что не закрылось. Я же всё. Ну, это просто, ну, вот, если мы всё так, вот, если сетка, если сетка, то мы сетка, чтобы из того, чтобы мне так хотелось упасть, потому что... Не, потом сетка ещё. Ну, идёмте, я покажу, как сетка пределана. Слушайте, ну это, я, конечно, понимаю, молодцы, торопились, но надо как-то переделать это все. Что, работа вот эта? Ну, ломать это самое, можно было чуть-чуть больше отрезать ее, да? Здесь ее закрутить и ее, это самое, пристрелить. Ну, пристрелили, может, даже другую сетку, чтобы не поправить. Ну, или эту сетку, или другую сетку. Я понимаю, что это тоже работа, что делали, да, это самое. Ну, она даже делала, вот честно говоря, мне кажется, потому что, я говорю, это же все на один день делается. Почему на один день? Надо делать навсегда, а не на один день. 11 октября 2010 года было написано первое предписание хозяину по этой серии. Так что мы можем сегодня похлопать и выпить по бокалу шампанского. Настроено мероприятие по случаю кончинной свалки, да, на территории. Ну, значит, смотрите, давайте таким образом все-таки договоримся. Во-первых, вот там у вас проливы, да, видите, прекрасно, и изнутри нужно поставить какую-то балку, закрепить их, соответственно. Я не знаю, как, смотрите сами, здесь первый вопрос, да, второй вопрос, здесь нужно все-таки доделать ворота, закрыть ворота. Вот, и здесь нужно, помимо того, что у вас деревянные стоят щиты, вот эти, это все хорошо, я понимаю, USB фонарок купили, поставили, но нужно все-таки металлом хотя бы сеткой рабицы это все затянуть и пристрелить наглухо, это, если вы сейчас объектом не пользуетесь, соответственно, бетоном. Сетка куплена, это хорошо, первый этаж заделать, уже сюда, соответственно, не будет доступа, не будет, это самое, к вам вопросов. Второе, поставили здесь шлагбам, установили, не будет сюда въезда, не будет людей желания завозить сюда этот самый, ну, непосредственно складелось здесь мусор. Сейчас порядок навели, чисто, соответственно, можно уже о чем-то говорить. Сергей Николаевич, с какой целью сегодня приехали сюда, что есть в России? Ну, здесь что у нас происходит? У нас здесь, вот, как говорят местные жители, происходит торжественное событие, похороны и свалки. Значит, к нам на протяжении длительного времени поступали обращения в различные органы у нас и инстанции на территории Кингисепского района, не могли навести порядок, пока непосредственно инициатор данного обращения заявительница не обратилась к нам и, соответственно, не обратилась к полномочному представителю президента, в адрес президента Российской Федерации, прием, который осуществлял прокурор Ленинградской области Станислав Георгиевич Иванов. После обращения, значит, нами было проведено совместно с Кингисепским прокурором Феликсом Сергеевичем Байрамовым, с моим участием, с участием администрации Большевородского поселения, совещание с привлечением собственника данного строения, которое расположено на земельном участке, где были приняты конкретные меры, это было буквально у нас там прошлой неделе, значит, были приняты меры о том, что производится вынос земельного участка в натуру, определяются границы, разграничивается собственность, где собственность администрации, где собственность частного лица и, соответственно, частное лицо изъявило желание самостоятельно также принять участие для того, чтобы очистить этот ангар, в котором хранилась сера. Здесь происходили пожары, которые мешали у нас местным жителям. Также достаточно большие силы привлекались сюда для тушения пожаров, и для администрации это место тоже было злачное. Я думаю, что сейчас, после того, как будет убран сюда доступ посторонних лиц, ограничен доступ автомобилей, люди не станут сюда возить мусор, потому что, с другой стороны, сюда заезда нет, объезжать сюда мусор, складировать тоже нет смысла никакого, но здесь будет, соответственно, нормальное место, везде, будем говорить, здесь, на территории Кингисепского района, без незаконных свалок бытовых отходов. Феликс Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему потребовалось так много времени, 5 лет для того, чтобы вот эту серу вывезти? В настоящее время, по результатам проведенных мероприятий, все эти нарушения устранены, совместные правоохранительные прокуратуры, то я полагаю, сейчас все будут параллельные мероприятия, мы уже проведены, соответственно, по недопущению повторного размещения здесь отходов, соответственно, вопрос у нас будет походиться на русском контроле, и периодически будем контролировать. Кто размещал здесь отходы? Неустановленные лица, здесь был свободный доступ на эту территорию, сейчас он ограничен полностью, соответственно, доступ будет исключительно у всех помощных лиц на данной территории. Кто, за чьи счеты, куда были вывезены те отходы, которые здесь были? Отходы, значит, здесь, давайте сразу говорить о том, что здесь осталось, да? Значит, первый наш выезд сюда выезжал на специалист комитета экологического надзора, здесь были взяты пробы, все вещества, которые здесь находились, это, в частности, здесь уже было остатки горения серы, они относятся у нас к четвертому классу опасности, могут размещаться на обычных полигонах бытовых отходов. Значит, это первое. Второе, значит, других здесь опасных отходов не находилось, да? Значит, то, что у нас запах остается, это, будем так говорить, следы горения, то, что в себя втянул бетон, то есть тот, это самый химический состав, который образовался при горении, он в течение определенного периода времени, соответственно, из бетона также выветрится. Значит, в настоящее время здесь никаких опасных у нас, которые бы могли оказать негативное воздействие на жизнь и здоровье населения, не имеется, поэтому данная территория у нас больше никаким образом не обрабатывается. Если бы здесь были какие-то опасные вещества, соответственно, были бы приняты меры для их складирования на тот полигон, в соответствии с классом опасности, к которому они относятся. В связи с этим, значит, администрации большеводского поселения было направлено обращение в адрес управляющей компании по работе с отходами в Ленинградской области, с которыми, будем так говорить, был найден компромисс для размещения за достаточно приемлемые возможности в финансовом плане, учитывая финансовую составляющую поселения и размещения на соответствующем полигоне отходов по соответствующему классу опасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok